Всем привет! Очень интересный матч. ВПЛ во втором туре нас ожидает. Вынесенный матч на понедельник. Манчезер Сити играет против Эртона. И здесь моя ставка побед Даман Сити плюс тотал меньше 3,5 за коэффициент 2,24. И сейчас я объясню, почему это событие имеет место быть. Вообще, важно сказать, что Сити очень хороший пермач провел. Выиграл 2,0 в гостях у Брайтона. Абсолютно по делу. Создали очень много моментов. Могли больше забить. И команда Гвардиола очень хорошо готова к этому чемпионату. Что не скажешь об Эртоне. Я лично гораздо больше ждал от Эртона в первом матче. Да, они победили на своем поле Сток Сити со счетом 1-0. Но, учитывая то, что Эртон, в принципе, неплохо усилился. Да, конечно, не было каких-то прям таких топовых приобретений. Именно которые очень-очень сильно могли усилить команду. Я не считаю Руни прям топовым приобретением. Не только потому, что он бесплатно перешел. Но еще и потому, что, в принципе, лучшие его года позади. Но, тем не менее, Руни забил в первой игре. Как я уже сказал, 1-0 выиграл Эртон. Но тот футбол, который Эртон показывал, он лично не вселял доверие у меня. Почему? Потому что Сток Сити, даже вот брать первый тайм, на последних минутах Эртон забил. Но Сток Сити играл неплохо, не хуже, даже создал больше моментов. И это игра в гостях у Эртона. То есть Эртон мне не понравился в первом туре. Я считаю явным фаворитом Атестер Сити. Более того, думаю, что эта игра завершится со счетом 2-3-0. Не уверен, что Эртон сможет забить в этой игре. Да, у Сити были проблемы в обороне в прошлом чемпионате. И Гордиола постоянно тратит очень много денег на то, чтобы укрепить оборонительную линию. Но, в принципе, по первому матчу мы могли видеть, что в целом защитники Сити действуют неплохо. И учитывая проблемы Эртона, я думаю, что Сити может сыграть на ноль в этой игре. Ну и при этом забьет 2-3 мяча. А это мы уже переходим, кстати, к Total меньше 3-5. Я увидел слишком большие коэффициенты на Total меньше. Поначалу я тоже рассматривал Total больше. Однако, ну уж слишком мизерный коэффициент на Total больше 2-5 стоит. И я просто-напросто вижу большой перекос в коэффициентах. И не вижу смысла здесь брать Total больше. Абсолютно не уверен, в обе забьют. Почему Total меньше 3-5 действительно может пройти? В принципе, в первых двух матчах этих команд мы видели, что Total меньше 2-5 даже прошло в обоих матчах. Но если брать прошлый чемпионат, то в 11-12 домашних матчах Мансити из 19 Total меньше 3-5 проходил. В 12 гостевых встреч Эвертона в прошлом чемпионате Total меньше 3-5 тоже проходил. То есть, видим, что достаточно такой высокий процент прохода этой ставки. Между собой эти команды сыграли на эти хат в том году 1-1. То есть, тоже Total меньше 3-5 прошел. Да и вообще, последних 6 из 8 матчей Total меньше 3-5 прошел в играх между этими двумя командами. Да, последних 2 из 3 эта ставка не проходила. Но там Эвертон каким-то чудесным образом 4-0 на самом поле победил Сити. Думаю, что здесь картина будет иная. Сити много не забьет, потому что все-таки Эвертон, я думаю, будет нормально защищаться. При этом чемпионат только стартовал, еще нет такой большой сырности нападений. Но и то, что Эвертон забьет, тоже, как я уже сказал, в этом сомневаюсь. Поэтому немного рискнем. Победа Сити плюс Total меньше 3-5 за хорошую цену 2-26. Если вам понравился прогноз, ставьте лайки, жмите подписаться. Не забывайте переходить в Мобавлю ВКонтакте. Там очень и очень много интересных событий, которые я выкладываю, которые не появляются на YouTube-канале. Ну и в комментариях расскажите мне по поводу того, как завершится эта встреча. Всем успехов и увидимся в следующих видео.